Насколько эффективно ведется разработка и добыча полезных ископаемых на территории Александровского района? Не наносит ли вред экологическому балансу такие виды работ и какая ситуация в настоящий момент в недродобывающей отрасли? В рамках единого информационного дня журналисты побывали на карьере месторождения гравийно-песчаных пород КПЛХ-1 площадью 585 гектаров. По оценкам экспертов, объем запасов гравелистых песков на этом участке составляет 45 миллионов кубических метров. Разработку и добычу здесь ведет компания АГАТ. Оборудование не только самое современное, но и не имеющее аналогов в ЦФО. Нашим предприятием была внедрена такая установка. Это совместное производство Германии и нашего Балакиревского механического завода. Потому что чаще материала фонтонов варилось здесь. Это военное производство, которое позволило добиться высокого качества изделий изготовленных. На сегодняшний день эта установка позволяет нам получать высоколиквидный материал, в которых остро нуждаются наши дорожные и строительные отрасли. Во Владимирской области 154 недропользователя. Из них более 30 в Александровском районе. Все предприятия, по словам Алексея Мигачева, должны быть зарегистрированы на территории 33 региона. Недавно инспекторы Департамента природы и охраны окружающей среды в течение трех дней мониторили Александрский район. Проверка должна была показать, выполняют ли компании необходимые условия при добыче полезных ископаемых. По словам Алексея Мигачева, по итогам рейда будут приняты самые жесткие меры, вплоть до аннулирования лицензий. Губернатор задачу нам поставил по проверке деятельности всех предприятий, по тому, как у нас выполняются лицензионные условия, экологические требования, технические, что у нас с налогами сейчас, потому что идет снижение уровня собираемости налогов с отрасли недропользования. И наша задача здесь навести порядок, разобраться все-таки, то ли это действительно идет снижение уровня добычи, в связи с этим падает оборот отрасли, либо здесь присутствуют элементы того, что какие-то применяются серые схемы и так далее. Алексей Мигачев также рассказал о пилотном проекте, который будет реализован в Александровском районе. Речь идет об экологической реабилитации реки Серый. На работы по очистке и восстановлению будет выделено почти 100 миллионов рублей. В этот уникальный проект Владимирская область попала в числе других семи регионов России. Мы видим, что огромный объем ила, заросшая река, поваленные деревья в русле там дальше, значит, то есть очень проблемный водоем, очень затратный. Поэтому, когда Федеральное агентство водных ресурсов Минприроды России объявило о том, что они начинают новое направление работы экологической реабилитации рек, чего до этого не было, то мы, в общем-то, одни из первых вошли в эту программу, успев сделать соответствующую проектную документацию. В результате 7 километров реки Серый будет вычищена и восстановлена. Работы рассчитаны до 2020 года. По словам Алексея Мигачева, уже в 2016-м пройдет экологическая реабилитация и реки Колокша в Юрьевпольском. В Суздале планируют очистить от ила каменку, а еще порядок наведут на водных объектах в Киржаче и Селиваново. Борис Пучков, Дмитрий Шаталов, Губерния 33.